В начале 2000-х годов я дважды ездил на Западную Украину в город Моршин, это Львовская область. Это курортный город, подлечивал там свою систему пищеварения, водичка там целебная, вроде лучше, чем есть в руках даже. Ну и немножко ездил на экскурсии, это Прикарпатье, и там на склонах Карпат есть скальный массив, который называется скалы Довбуша. Алекса Довбуш это был такой украинский Робин Гуд, который вел борьбу против оккупационных тогда австрийских властей. И вообще вы знаете, что Польша постоянно делили между собой разные государства, Россия, Пруссия, Австрия, и были разные переделы, разные куски отходили то к одной стране, то к другой. И собственно говоря, наш университет, студентами которого вы являетесь, он ведь переехал в Ростов в 1915 году из Варшавы, это был варшавский университет, а Варшава тогда была частью Российской империи. Ну вот этот самый Алекса Довбуш был такой благородный разбойник, значит у богатых отнимал, бедных что-то отдавал, что-то не отдавал, в скалах этих прятался, места изумительно красивые. Ну а тогда еще, вот в начале 2000-х годов, на меня произвелось впечатление, и впечатление крайне грустное, вот какая вещь. Этот городок Моршин, это же был всесоюзная странница, и туда приезжали люди из разных союзных республик, ну и естественно, что языком общения для них был русский язык. И поэтому все люди, которым было лет 40 или там постарше, они все прекрасно говорили коробски, а молодежь по-русски уже не говорила вообще. То есть просто, вот не знал русского языка и все. Вот молодые медсестрички, они понимали то, что им отвечаешь, а говорить по-русски им уже было проблематично, они русский язык в школе даже иностранных не учили. Меня это тогда страшно огорчило, потому что я подумал, что как же так, ну вот родители же еще говорят по-русски, а детей отрезали от русского языка, значит от русской литературы, от русской культуры. Они не придут в подлиннике Пушкина и Толстого. Но, правда, я когда приехал в Ростов и об этом рассказал кому-то из своих знакомых, меня утешили и сказали, да ты, говорят, не переживай, наши дети тоже никого не читают. Так? Или кого-то читают будущее филология. Ну, написал я тогда по мотивам этой поездки стихотворение, которое называется «Приверпатия». Склон лесистого затылка, шлях на углу, как шрам в пыль, редкозубая ухмылка скал, торчащих из земли, бьется в жилка водопада, нервно скачет родничок и светило, как лампада, тускло пявит свой зрачок. Неприятливость пейзажа, самостийного вполне, мне напомнит о пропаже и надуманной вине, и о том, что нас отныне разделяют рубежи из обиды и гордыни, полуправды, полуджи. Но пейзаж очеловечный лишь фантазии моей, и ему гордиться нечем. Разбит тем, что он ничьи, ни лукавства, ни коварства. На челе веков печать, и название государства он не в силах различать. В тучу молча запахнется, охраняя свой покой, и сквозь зубы усмехнется над людской суетой.